Спасибо еще раз, Арман Генрихович, за ваш вопрос. И, конечно, хотел бы пользуясь случаем, еще раз поблагодарить, поприветствовать всех участников Евразийского экономического форума и сказать самые добрые слова в адрес наших армянских коллег за прекрасную организацию этого мероприятия. В этом году Евразийскому экономическому союзу исполнилось 10 лет, ну, казалось бы, не самый большой срок по меркам международных организаций, но можно точно с уверенностью сегодня сказать, что наш интеграционный проект состоялся и успешно работает. Удалось выстроить такую модель взаимодействия, которая обеспечивает высокий уровень свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, и при этом отношения между участниками основываются на взаимном уважении, равенстве, учете интересов друг друга. Сейчас темпы роста экономик стран союза превышают среднемировые показатели, наше объединение становится все более узнаваемым на международной арене. Как отмечал президент России Владимир Владимирович Путин, У Союза есть все возможности, чтобы стать одним из мощных самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира. И достижение такой цели, совместное движение вперед, во многом, конечно, зависит от того, насколько эффективно мы сможем реализовать имеющийся потенциал, в том числе создавая единое цифровое пространство и внедряя самые современные технологии во все ключевые отрасли наших экономик и сферы взаимодействия. Цифровая повестка занимает прочное место в системе приоритетов нашего Союза. Вместе с коллегами по евразийской пятерке мы развиваем интегрированную информационную платформу, чтобы обеспечить надежную межгосударственную передачу данных и электронных документов между нашими ведомствами. В будущем эту среду могли бы влиться и другие государства, которые заинтересованы в более тесном сотрудничестве с нашим объединением и которые ему доверяют. Мы формируем экосистему цифровых транспортных коридоров. Она позволит деловым партнерам обмениваться логистической важнейшей информацией по всей цепочке поставок, наладить максимально удобное выстраивание маршрутов и бронирование необходимой инфраструктуры. Совершенствуем мы также и механизмы взаимного признания электронной подписи, я как раз говорил об этом, отвечая на ваш вопрос, чтобы упростить многие бизнес-процессы, повысить интенсивность движения услуг и капитала. Есть и проект Евразийского банка развития «Работа в ЕАЭС». Он помогает, напомню, соискателям из наших стран найти подходящие вакансии и получить нужные для трансграничного трудоустройства государственные услуги. Все это – полезные и востребованные инициативы. Их число, конечно, на мой взгляд, должно непременно расти. Вместе с тем, перед нами стоит и масштабный вызов – это обеспечить технологическую независимость Союза, удержать и увеличить темпы проникновения технологий в экономику, социальную сферу и государственное управление. Вот такие системные задачи можно выполнить только общими усилиями. И полагаться здесь следует исключительно на собственной разработке и инновации. Надо очень четко понимать, что отказ от цифрового суверенитета, сдерживание процессов гармонизации цифровой трансформации на евразийском пространстве, а также неосмотрительное внедрение рядом участников Союза решений из недружеских России стран могут приводить к появлению торговых и административных барьеров. Это способно подорвать основы интеграционного объединения. И поэтому нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы наладить производство конкурентноспособных востребованных цифровых решений, развивать инфраструктуру доступа к электронным технологиям и сервисам. Для этого в том числе расширить надо кооперацию ведущих технологических компаний. В России цифровая трансформация государственного и муниципального управления экономики и социальной сферы обозначена нашим президентом Владимировичем Путином как одна из национальных целей развития на следующие 12 лет. И для ее достижения подготовлен соответствующий национальный проект экономика данных и цифровая трансформация государства. В рамках этого проекта будем решать сразу несколько задач. Но прежде всего, по обеспечению скоростного доступа к интернету по всей стране и с учетом территории России для этого необходима, собственно, низкоорбитальная космическая группировка. Мы развиваем производство нужных для этого спутников. Уже были пробные запуски аппаратов в прошлом году и в мае текущего года. Успешно протестировали систему лазерной связи и передачи данных между спутниками со скоростью уже до 10 гигабит в секунду на расстоянии в тысячу километров. Подтвердили работоспособность измерительного комплекса и аппаратуры нашей навигации. Мы также планируем создавать группировку, которая удовлетворит потребности в быстром интернете не только нашей страны, но и дружескому государству. К концу 2027 года намечен запуск почти 300 аппаратов. Продолжим формировать инфраструктуру интернета вещей. Такие развернутые системы сбора и обработки данных востребованы для управления дорожным трафиком и коммунальными системами мониторинга экологической ситуации. Здесь мы открыты для сотрудничества по этому направлению. Уверен, она тоже даст дополнительные преимущества для повышения качества услуг, расширения торговли, появления новых перспективных сфер для взаимодействия в том числе такой сферы, как беспилотные грузоперевозки. В этой части, если мы не будем сотрудничать по интернету вещей, то будет возможно оказаться в ситуации, когда беспилотный грузовой трафик между нами не сможет поддерживаться. В новом национальном проекте уделили также внимание по развитию технологий на основе искусственного интеллекта, как отмечал президент России Владимир Путин, значение прорыва в этой сфере колоссально, и соперничество между государствами идет ожесточенно. Страны, которые владеют подобными решениями, получают неоспоримые преимущества в деле цифровизации. В современном мире таких государств три. В России существует две больших собственных языковых модели. У нас создаются кластеры специализированных вычислений и разработки для внедрения. Действуют также научные центры на базе ведущих российских университетов, которые занимаются сегодня исследованием в этой области. В целом, мы строим фундамент для успешной конкуренции в будущем. По поручению главы государства к концу 2030 года в России во всех важнейших областях экономики и социальной сферы необходимо также сформировать цифровые платформы. Их внедрение способно за короткие сроки повысить эффективность наших предприятий и качество сервисов, и прежде всего для удобства людей и бизнеса. Так, популярные государственные услуги будут оказываться онлайн, то есть в момент обращения в режиме реального времени или без заявления в проактивном, как говорится, незаметном для человека режиме. Автоматически. Это тот опыт, с которым мы готовы тоже делиться с уважаемыми коллегами по пятерке. Тем более, что без гармонизации предоставления госуслуг на пространстве Союза нам в будущем будет сложно поддерживать именно единый рынок труда. Сегодня очевидно, что для построения экономики данных нужна сильная ИТ-отрасль, собственная технология. Россия уже обеспечивает себя больше, чем наполовину отечественными серверными платформами и системами хранения информации. Мы последовательно увеличиваем долю используемых российских электронных компонентов в их составе. Сейчас запускаем создание базовых станций на российском софте для сетей 4 и 5G. В следующем году планируем наладить серийное производство таких решений. В ближайшее время также будет организован массовый выпуск планшетов, отечественно защищенной мобильной операционной системой. Они станут представляться учителям школ вначале для работы с электронным образовательным контентом. В целом, Россия обладает современными технологиями, цифровыми платформами, освоила производство ряда сложных электронных устройств. Мы здесь приглашаем наших партнеров по Союзу переходить на эти разработки, вместе формировать дополнительный спрос, укреплять цифровой суверенитет и нашу совместную экономику. Приходит время, когда нам предстоит активнее защищать наш общий рынок цифровых технологий от вне региональных компаний. Вместе нам нужно сконцентрироваться на подготовке кадров, разработчики, инженеры по созданию сложного оборудования, аналитики больших данных востребованы, конечно, во всех государствах Союза. В России с 2019 года мы в два с половиной раза увеличили количество бюджетных мест в вузах на ИТ-специальности. Сейчас привлекаем крупные ИТ-компании к тому, чтобы они участвовали в создании и реализации программ обучения и стажировок в вузах. И здесь мы всегда открыты к взаимодействию с нашими партнерами по пятерке. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, говоря еще раз о том, как я вижу будущее цифрового союза, скажу, что сотрудничество наших стран по всем озвученным мной направлениям позволит Евразийскому Экономическому Союзу стать передовым успешным объединением. Эффективная цифровая трансформация помогает совершить рывок в будущем и обеспечить благополучие для почти 190 миллионов граждан, которые проживают в наших государствах. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.